Доброе утро, ребята! Здорово! Приветствую вас сегодня на финансовых рынках. Сегодня мы начинаем новый месяц, на самом деле, с прежними фундаментальными идеями, которые, будем надеяться, в этом месяце покажут себя с еще более лучшей стороны. Традиционное начало анализа российской валюты, поведения нефтяного актива и, в принципе, российского новостного и фундаментального фона. Открываем графики и смотрим, как рубль активно сопротивляется, и в последней торговой сессии видно, что нашел американский доллар соответствующие рычаги давления на российскую валюту, поэтому, в принципе, пара торгуется уже выше 58, все ближе, приближаясь к нашему перевалочному пункту, обозначенному в районе 60 рублей против доллара. Что касается общего фундаментального фона, поскольку налоговый период мы с вами уже окончательно, можно сказать, забыли, действительно, ключевые налоги уплачены, а значит, у рубля нет прежней поддержки в связи со спросом на рублевую ликвидность и по причине продажи выручки со стороны экспортеров. Поэтому налоговый период, так бодрящий актив на протяжении последних двух недель, все это уже фундаментальный фактор, который не стоит закладывать в качестве позитивного для возможного укрепления рубля. А рублю, в свою очередь, придется забыть об этой поддержке. Что касается других элементов, катализаторов, антикатализаторов движения рубля, это, конечно же, нефтяной актив. Ключевая тема по-прежнему остается таковой и сейчас, это переговоры по ядерной программе ИРАН, поскольку эти переговоры продолжаются уже несколько дней, на самом деле до сих пор нет конкретного решения, но участники рынка серьезно опасаются, что договоренность в этот раз, спустя многие годы согласования и обсуждений, будет найдена, если, разумеется, это произойдет, если международные партнеры договорятся с Ираном, это приведет к тому, что Иран станет еще одним участником, еще одним поставщиком на рынке инердоресурсов, и мы с вами обозначали возможность поставки на рынок еще около 1 миллиона баррелей нефти в сутки. Если говорить про соглашение, то прежде всего требуют от Ирана, чтобы эта страна прекратила разработки, скажем, в теме ядерного производства, что касается возможных бенефитов в связи с этим, то Запад обещает снять финансовые и экономические санкции. Если соглашение будет достигнуто, это не значит, что санкции будут сняты в моменте, это тактическое решение, должно пройти какое-то время, примерно 6-8 месяцев, прежде чем финансовые и экономические санкции, так же, как и налоговый период окажется в истории. Но в любом случае, сам факт того, что рынок энердоресурсов будет увеличен на еще одного серьезного поставщика, уже провоцирует такое холодное отношение к росту черного золота, и в принципе уже можно заметить, как нефть мало-помалу возобновляет свое коррекционное движение и движется в район 50 долларов, о котором мы обозначили как среднесрочная, но очень возможная цель. Что касается баланса спроса и предложения на рынке энергоресурсов, мы также активно обсуждаем эту тему, постоянно стараясь подкрепить эту позицию новой фундаментальной статистикой и новыми отчетами. Поскольку мы сейчас говорим о возможности роста предложения, к сожалению, нельзя перекрыть этот фон тем, что продолжает увеличиваться спрос на энергоресурсы. Напротив, несколько часов назад были опубликованы данные по производственной активности HSBS версии Китая, и этот отчет, ребят, снова оказался плохим, снова ниже 50 пунктов, которые, как вы знаете, отделяют восстановление от стагнации, исключающей перерастей в рецессию. Поэтому Китай, скажем, никак не может оказать соответствующего позитивного влияния на спроса, на сырьевые товары, поскольку до сих пор старается предпринять всевозможные усилия для разгона своей национальной экономики. Там уже многократно понижалась процентная ставка, были запручены альтернативные меры экономического стимулирования, но никак не удается, скажем, оправиться экономике. В целом, даже по факту подобных мер. Китай чувствует себя очень плохо, а значит, если мы говорим про слабости второй по величине экономики мира, а кто-то даже Китаю присваивает статус первый, можно говорить про то, что, в принципе, вся мировая экономика мало-помалу затухает. Рынок энергоресурсов, и прежде всего, тот сорт, который интересует нас, это Brent, сейчас торгуется на какой отметке? 54,71, то есть до уровня 50 остается все меньше и меньше. И если через несколько часов поступит решение по ядерному вопросу, по достигнутому соглашению, как это будет отыграно нефтяным ресурсом? Конечно же, нефть пойдет вниз, и учитывая мощность этого фундаментального фона, я думаю, что нефтяной актив по факту такого решения может потерять процентов 5-7, а то и даже больше. Это самый важный фундаментальный фон для энергетического ресурса сейчас. Еще, чтобы далеко не отходить от нефти, и раз уж мы заговорили про предложения, хочу сделать акцент еще на запасы нефти в США. Вы прекрасно знаете, что на протяжении последних более чем 10 недель мы констатируем рост этих запасов, они уже многократно обновляли исторические максимумы. Вчера были вновь опубликованы данные по версии Института АПИ, указывающие на прирост стратегических запасов нефти в США. И как вы думаете, в этот раз нефть запасы выросли или сократились? Снова выросли 5,4 миллиона баррелей в сутки. Сегодня у нас уже официальный отчет от Министерства энергетики США будет опубликован ближе к вечеру. Соответственно, можно делать серьезную такую основополагающую ставку на то, что и официальная статистика снова укажет на рост запасов нефти в США. И мы еще больше убедились в нашей позиционной идее касательно возможности продажи и коррекции черного золота, прежде всего марки бренда. Поскольку определяем такие ожидания по нефти, разумеется, российская валюта мало-помалу разворачивается, да и уже оплотно подошла к уровню 60 рублей против доллара. Дополнительный новостной фон. Сейчас снова сыпется очень много прогнозов о возможности оздоровления российской экономики и прогнозов касательно того, какие же все-таки будут темпы экономического расширения по итогам 2015 года. Мы с вами уже знаем точные оценки со стороны СНК, которые прогнозировали рецессию 5,5%. Потом МОДИС, кстати, самый жесткий прогноз, поскольку рецессия 8%, поток капитала 275 миллиардов и инфляция выше 22%. Вчера состоялся круглый стол политиков, чиновников, посвященный теме 15-летия Путина на посту президента Российской Федерации. На этой конференции выступал Кудрин, отметивший, что даже если Россия активно сейчас займется структурными реформами, преобразованием экономики, максимум, на что ей удастся надеяться в ближайшей перспективе, это переход от кризиса в стагнацию. Но в любом случае 2015 год в лучшем случае будет закрыт в районе рецессии 4-5%. Поэтому, в принципе, оценка Кудрина совпадает с оценкой рейтинговых агентств, и мы на основании этой оценки можем констатировать лишь серьезные проблемы для экономики России в целом. Кудрин, так же, как и мы, отметил, что существенные проблемы для российской экономики еще впереди, и очень много России хакнет горя макроэкономического уже во втором квартале 2015 года, то есть в ближайшие три месяца, поскольку вы прекрасно знаете, что в эти периоды будут реализовываться действия, связанные с исполнением долговых обязательств российского корпоративного сектора, в этот период инфляция вроде бы как должна достигнуть своих эпиковых значений, и в этот период, скорее всего, банковский сектор столкнется с еще большими проблемами по причине возможного очередного вектора девальвации рубля и по причине снижения покупательской способности, платежеспособности, кредитоспособности граждан. Хуже всего придется тем, у кого обязательства по кредитам представлены, конечно же, в валюте, особенно возможность еще большей просадки российского рубля. Ясно? Идем дальше. Европейская валюта. Открываем графики и смотрим вчерашнюю торговую сессию. Еще одно затяжное ослабление, больше 50 пунктов. В целом, аргументируя поведение главного валютного риска, сейчас стоит сделать ставку на макроэкономическую статистику. Вы прекрасно знаете, что ключевым фундаментальным отчетом вчерашней торговой сессии выступили данные по инфляции. По факту мы увидели то, что инфляция продолжает пребывать в отрицательной зоне, месячный эквивалент очередного снижения и констатация дефляционных рисков. Напомню, что в декабре, когда экономика валютного блока действительно осознала по причине снижения еще нефти о том, что риски низкой инфляции могут перерасти в дефляцию, именно поэтому ЕЦБ сообщил о запуске программы количественного смягчения, которая стартовала в марте, которая составляет 60 миллиардов евро в месяц и продлится по оценкам до середины 2016 года. Хотя на прошлой неделе Драги отметил, что вполне возможно эта программа может продлиться и в рамках даже двух лет. Сейчас по факту публикации индекса потребительских цен, наверное, одного из самых важных отчетов для экономики валютного блока, можно сделать предположение о том, что программа количественного смягчения будет более продолжительна и более агрессивна. И поскольку мы с вами буквально в начале этого брифинга обозначили возможности еще большей просадки энергоресурсов в стоимости, значит у индекса потребительских цен по-прежнему серьезные основания, веские причины для того, чтобы продолжить такое же полномерное снижение и пребывание ниже нуля, скажем так. Что касается другого макроэкономического отчета, обычно он вроде бы как игнорируется рынком, поскольку не совсем важный. Но учитывая, что сейчас по факту, опять же, программам количественного смягчения аналитики пытаются найти хоть какие-то позитивные сдвиги в рамках экономики валютного блока, обращается внимание даже на второсорбные отчеты. Безработица в еврозоне, к сожалению, снова выросла и указала в очередной раз на еще больший спектр проблем, характерных для экономики валютного блока. И это еще один риск, который также был отыгран европейской валютой. Что касается других инструментов, USD-йена, также открываем графики и смотрим за тем, что происходит с парой сейчас. Поскольку USD-йена снова оказалась ниже 120, конечно же, отчасти это разочаровало быков, которые делали ставку на то, что после тестирования сопротивления и закрепления выше уровня 120 открываются более восходящие ожидания и перспективы. Но на самом деле я считаю, что те, кто делает ставку на длинную позицию, ни в коем случае не стоит отказываться от своих фундаментальных идей. Почему? Потому что на этой неделе, до публикации самого важного отчета по состоянию американского рынка труда, то есть по нон-фармам, состоится очень много конференций голосующих членов ФРС. Уже, в принципе, стоит отметить высказывания Лессера и Джорджа, которые дали точные представления, точнее даже аргументировали их весьма убедительно, касательно того, что американская экономика уже имеет достаточных оснований для того, чтобы переходить к повышению процентной ставки. И в ходе следующих заседаний ФРС лично они будут голосовать за то, что ставку нужно повышать. То есть через такие комментарии мы снова возвращаемся к нашим прежним ожиданиям касательно возможности ужесточения монетарной политики раньше, чем сентябрь 2016, точнее 2015 года. Получается, что первая дата – это июнь. И последний фундаментальный фон, комментарии, думаю, что подкрепляют нашу позицию касательно того, что американская экономика в целом готова к столь важным, судьбоносным решениям. Осталось непосредственно дождаться комментариев со стороны Джареда Ерин. Хотя, если мы вспомним конференцию Елен по итогам прошлой пятницы, она также ясно дала понять, что готова сместить акценты с инфляционных ожиданий на более хорошую статистику по рынку труда и также готова принять решение по ужесточению политики раньше, чем прогнозировалось до этого. Что касается пары доллар-японская иена, здесь не стоит недооценивать также и оппонента американского доллара. Это японскую валюту, иену, которая также старается сейчас цепляться за любое проявление макроэкономического фона касательно возможности разгона индекса потребительских цен. Вопрос вам на зацепку. Почему же инфляция, точнее низкая инфляция, дефляция является такой серьезной, краеугольной проблемой для экономики? Может, идет затоваривание складов, но ничего не покупает? Идет меньше. Да. Все поняли эту логику? Можешь повторить попроще? Что идет затоваривание складов, никто не покупает товары, потому что завтра им не обещают, только дефляция. Конечно, это самый главный акцент логики, который вы должны делать на контраст монетарных политик и рисков дефляции. Поскольку мы констатируем такую проблему не только, скажем, в рамках Японии, точнее, они стали родоначальниками этой проблемы, и она уже перенята другими развитыми площадками. В целом, от низкой инфляции не страдает сейчас только Россия, напротив, Россия старается задействовать всевозможные инструменты, чтобы попытаться снизить этот показатель, но в целом он остается катастрофическим. Развитые рынки борются за показатели в 2%, поскольку есть даже уже страновые прецеденты, где инфляция оказалась ниже нуля, разумеется, это бьет по потребительскому спросу, потому что люди прекрасно понимают, что через месяц они смогут купить то же самое, может быть, даже более лучшего качества, особенно как развивается технология, но по низкой цене, по более низкой цене. Это является причиной того, что расходы, скажем, откладываются на другие периоды, и этот месяц, скажем, в проекции всего года, каждый очередной месяц страдает как раз от сниженного спроса, от слабых показателей по производственной, потребительской ироничной активности, и в итоге мы видим по итогам года очень слабые показатели по темпам экономического расширения. Япония, как я вам уже говорил, некогда, много лет назад, даже не назову сколько, больше 20 лет, это точно, показывала темпы экономического роста, свойственные экономике Китая сейчас. 6-7% для них было стабильно, легко, и они были динамично развивающимся рынком. Что происходит сейчас, знаете, какие темпы экономического роста в Японии? Хотелось бы приблизить, ну, 1%, 2%, 3%, около 1,5%. И этот скромный прирост, мне кажется, учитывая возможности Японии, этот скромный прирост явно не соответствует амбициям этой страны, и самое главное, возможностям, которые имеет этот регион, учитывая развитие технологий. Поэтому, в принципе, исторически мы можем просмотреть эти проблемы, можем тут же проецировать эти проблемы на экономику валютного блока, которые только столкнулись с этой проблемой, но мы прекрасно знаем, к чему в перспективе это может привести. Разумеется, это знают и монетарные власти, поэтому ЕЦБ активно действует сейчас с мерами экономического стимулирования, и европейская валюта также дисконтирует все эти меры в собственную стоимость. Мы видим, как евро летит вниз, и мы знаем то, что текущие ценовые уровни – это, возможно, только начало в коррекции, и в ближайшее время мы сможем увидеть и 1,07, и 1,05, и 1, и, может быть, даже еще ниже против американского конкурента. Немножко отвлеклись мы от Банка Японии. Хочу отметить, что после публикации целого, скажем, большого количества отчетов по итогам вчерашней торговой сессии снова выступили представители Банка Японии, сообщив о том, что за последние несколько месяцев прослеживается, конечно же, позитивный эффект от прошлых мер экономического стимулирования, но чтобы помочь экономике, а помогать ей нужно, особенно собственными силами, придется задействовать все, что, ребят, в рамках Банка Японии? Печатный станок. Печатный станок, да. Нужно увеличить программу количественного смягчения, и Банк Японии прогнозирует, что произойдет это, возможно, уже до третьего квартала 2015 года. Поэтому японская валюта также пребывает, как и доллар, в ожидании очень важного решения со стороны национального мегарегулятора, но если доллар у нас ориентируется на решение по ФРС, это толчок вверх для доллара, то японская валюта ожидает фактора разгрузки. В целом, опять же, тот же самый контраст, который позволяет нам продолжать делать ставку на рост доллара и японской иены. Ясно? Так, давайте теперь посмотрим на USDCAD и AUTUSD. Сейчас снова обращаю ваше внимание на эти активы, поскольку очень интересные, и вот-вот мы достигнем наших целевых уровней. USDCAD чуть-чуть остается до уровня 1,28. В целом, напомню, что канадская валюта сейчас страдает от слабости национальной экономики в целом, а национальная экономика в целом страдает от слабости энергоресурсов. Поэтому, учитывая комментарии руководителя Банка Канады Полоза, он отметил то, что канадская экономика в ближайшее время столкнется с катастрофическими рисками, которые сейчас также недооцениваются. Думаю, что в какой-то мере он просит прощения у рынка за то, что за время своего правления не смог предсмотреть возможные изменения и слом динамики на нефтяном рынке и, скажем, не создал достаточной подушки безопасности, которая позволила бы пережить канадской экономике столь неблагоприятной для сырьевых товаров в период времени. Поэтому Полоза по-прежнему вербально готовит нас к новым мерам экономического стимулирования. Пока, конечно же, вероятности обозначать не будем. Скажем так, что эта мера, связанная с снижением процентной ставки, вполне возможна для канадской экономики. USDCAD, разумеется, по факту ожиданий, возможности этого может оказаться выше 1.28, подойти к какому уровню? 1.30. И еще один фактор. Были опубликованы вчера данные по ВВП Канады и плохой отчет, канадская экономика просела на целых 0,1%. Это лучше, конечно, чем прогноз, но в целом это негативная тенденция, которая сохраняется и тенденция, усиливающая ожидание необходимости мер со стороны Банка Канады. И OutUSD еще, дополнительный акцент. Еще, почему? Потому что хочу вам предложить оценку, инвестиционную идею от UBS, инвестиционного банка. Вероятность, если мы с вами прогнозируем возможность на следующей неделе увидеть снижение процентной ставки по Банку Австралии и обозначили по итогам нашего прошлого брифинга эту вероятность как 70-70, даже с небольшим процентом, то UBS прогнозирует возможность снижения процентной ставки как 85%. Это произойдет в ближайшее время. И если это решение станет реальностью для рынка, они предлагают руководствоваться целью не 0,75, как мы, а 0,65, еще на 1000 пунктов ниже. Обычно прогнозы, если делаются, они не корректируются в течение длительного периода времени, и эти прогнозы актуальны в рамках года. Думаю, что как раз до конца 2015 года этот прогноз и сделан. То есть до 0,65 при сохранении коррекционной тенденции больше 1000 пунктов, 1200, наверное, даже примерно. И в целом это очень хорошая идея в кофе с таким же затяжным ростом, который мы прогнозируем для USD иена, и таким же затяжным ослаблением, которое мы обозначаем для евро-доллара. Поэтому, ребята, держите в фокусе внимание, эти идеи принесут очень хороший день. В ближайшее время. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных комментариев и вопросов на нашем социальном канале о маркетинге. И оставляйте ваши вопросы под видео-кном. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...